Она в багажнике удаляется в неизвестном направлении или ее продают в рабство и так далее. Зима, непогода, шторм на море. Мало ли что могло случиться. Медлить нельзя. Медлить значит хоронить. Когда ты смотришь на вот эти цветы, ты понимаешь, что может быть это все, что у тебя осталось от твоего ребенка. 3 февраля 2022 года. Село Девноморское, Краснодарский край. 15-летняя Эя Журавлева вышла из дома на пробежку и пропала. Село Девноморское находится в Краснодарском крае, стоит на побережье Черного моря и входит в состав города-курорта Геленджика. Место с пляжами и отелями у моря, с горами и южными лесами. Численность местного населения Девноморского около 6300 человек. Летом село наводнено туристами, а зимой пустует. Когда она исследовала новые маршруты, у нее не было какого-то своего одного, она обычно бегала наверх, потом спускалась к морю и обратно тоже бегала. В 10 утра Эя выбежала из дома и должна была добежать до моря. Вся дорога обычно занимала у нее не больше 40 минут. Но прошел час, а девочки все не было. Старшая Эя, она рождена дома, в воду. Это моя единственная дочь. У Эи четыре брата и все с необычными именами. Эя – это сестра, Джейл – это брат, Калина – это брат, Добрыня – это также брат. Мы переехали в Девноморск в декабре прошлого года после тяжелого развода. С бывшим мужем я рассталась по как раз причине его конфликта с Эей. Она не его родная дочь. Это был отец Добрыни, но Эй он приходился отчиму. Девочка не приняла его как отца. Конфликтная обстановка в семье нарастала, поэтому мама приняла решение в пользу дочери и порвала с мужем. Девочка увлекалась трейлранингом, попросту бег по природному рельефу. Она умеет ставить себе цели и сама себе организовывать реализацию этих целей. То есть, допустим, тот же самый трейлранинг, то есть бег по пересеченной местности – это достаточно, на самом деле, сложно. Это для волевых людей. Именно на пробежку по пересеченной местности 15-летняя Эя собралась утром 3 февраля 2022 года. Первый день поиска. Первый час беспокойства у мамы Эи не было. Девочка могла после пробежки просто погулять по свежему воздуху. А в половине 12-го Зифа получила странное сообщение от дочери, но с чужого номера. Мама со мной все в порядке, не волнуйся, я пошла на пляж. Сообщение это было от хозяйки кафе на побережье. Телефон Эи не отвечал. Мама забеспокоилась и в 12.30 отправилась в кафе. Хозяйка рассказала, что действительно видела Эю, но она быстро ушла из кафе. Был уже час дня. 15-летняя девочка пропала уже 3 часа назад. Ее телефон не отвечает. Мама начинает обходить все близлежащие дворы. Я искала часа 4 самостоятельно, но вот нигде ни следа вообще не было, абсолютно нигде. На улице начинает стремительно холодать. Поднимается ветер и дождь со снегом. Температура опускается до 9 градусов тепла. Проливной дождь, февраль, очень холодно. Дождь превращается потихоньку в снег. Ты просто ждешь. Я просто уже не просто тревожусь, что я начинаю уже потихоньку паниковать. И я просто сразу же доехала до участкового. 17.40. Эя пропала уже почти 8 часов назад. За это время человек мог погибнуть. Шансы найти есть только в первые 2 часа, а потом время играет против. До сих пор никто не знал, где может находиться подросток. С ней могло случиться все, что угодно. Это мог быть побег или похищение. Несчастный случай или она просто могла заблудиться. Город девочки был незнаком, ведь приехали они только 2 месяца назад. Но поиски продолжались, и уже подключилась полиция. Очень много крупных скал, и, соответственно, в феврале это все абсолютно не освещено. И ты смотришь этим фонариком в бездну и понимаешь, что твоих сил совсем мало, чтобы здесь что-то найти. Пока Зифа с участковым пыталась найти Эю самостоятельно, наступила ночь. 4 февраля 2022 года. Второй день поиска. Час ночи. Эя пропала уже 15 часов назад. И вот тогда я поняла, мне срочно нужно предпринимать действия. Просто срочно. Я вышла в сторис и просто большими буквами написала, что Эя пропала. Подписчики сразу посоветовали Зифе обратиться в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». В половине второго ночи мама подает заявку на поиск 15-летней Эи Журавлевой. Почему-то родители до последнего тянут. Тянут до последнего. Сами родители не знают, как сказать. Во-первых, у тебя как родители отключается мозг. У тебя паника, у тебя пропал ребенок. Ты не понимаешь, что делать. Звони в поисковый отряд. Звони в полицию сразу. Но медлить нельзя. Медлить значит хоронить. 15-летняя девочка пропала уже почти 16 часов назад. Драгоценное время упущено. Если вдруг ее похитили, то полиция вряд ли найдет ее живой. Время было потеряно, скажем так, к сожалению. Незамедлительно была создана следственная оперативная группа, были созданы поисковые группы. Мы начали свою работу. Незамедлительно в первый час уже были отработаны подвалы, были отработаны подъезды, были отработаны городские больницы, автовокзалы, железнодорожная станция для установления ее местонахождения. Параллельно был запущен просмотр городских камер наблюдения. На территории города у нас работает система безопасный город. Практически вся территория города, городские округа, оборудованы камерами видеонаблюдения. То есть в первую очередь мы передаем информацию на пост, который работает на безопасном городе, и сотрудник уже отсматривает все камеры. Расспросив маму, полиция и волонтеры поняли, что имеет место в несколькой версии исчезновения девочки. Первая – побег. Так как были сложности адаптации в новой школе. Вторая – потерялась из-за того, что не знает местность. Третья версия – несчастный случай, попала под машину, сбили, напали. Четвертая версия – похищение. Отрабатывали каждую версию, ведь случиться могло все, что угодно. Примерно за две недели до этого бывший муж похитил Добрика. Я была в большой тревоге, но, соответственно, история закончилась хорошо, потому что Добрик просто поехал к папе. Да, это было без моего разрешения, но там все закончилось хорошо. И здесь, соответственно, вообще не было понятно, чем это все закончится. Полиция заново опрашивает маму ей. Следователь сел на кухню и сказал, вот, а вот теперь все заново. Это состояние у меня тоже достаточно критическое, но сломалась я в тот момент, когда он попросил зубную щетку и расческу. И я ему передаю зубную щетку и расческу, и в этот момент начинаю рыдать. То есть до меня доходит, что, скорее всего, это для поиска ДНК, и что если где-то ее раскромсали, изнасиловали, выкинули в кустах, или она в багажнике удаляется в неизвестном направлении, или ее продают на органы в рабстве и так далее, то это тоже не поможет. Собирать людей на поиски среди ночи сложно. Все спят и начнут активизироваться только утром. На помощь полиции и волонтерам поднимают местное казачество. Пока еще было темно, решили отрабатывать городские версии исчезновения Эи. Первая версия – похищение отчимом. Село Дивноморское находится в горной местности, и дорога в него только одна, сквозная. Если бы девочку увозил из города отчим или кто-то еще, это попало бы на камеры на въезде и выезде. В три часа ночи инфорк отряда «Лиза-Алерт» начинает сбор группы волонтеров для прочеса горной местности вокруг Дивноморского. В четыре часа утра пришла новость с поста безопасного города. «Лиза-Алерт» «Лиза-Алерт» Суперпремьера. Первое в истории шоу, в котором участники попробуют спасти отношения за завтраком. Каждый раз вы ссоритесь. Да. Семейная жизнь. Пары с неразрешимыми проблемами. Это действительно не может не трогать. Приходят к Елене Блиновской за рецептом счастья. Смогут ли они договориться? Дом исполнения желаний с Еленой Блиновской. Завтрак в постель. В воскресенье в 9.30 на ТВ3. «Лиза-Алерт» Было установлено, что ни бывшие, скажем так, родственники этой семьи, ни сама несовершеннолетняя с территории города не выезжала. Но камеры все же зафиксировали девочку. Еще в 12 часов дня она была на берегу моря одна. По камерам было установлено, что Эя ушла по береговой линии со стороны села Демноморского в сторону города Геленджика. Но там, куда ушла Эя, заканчивается пляжная зона и начинается труднопроходимый скалистый участок, вплотную прилегающий к морю. Там легко можно попасть под удар волны и погибнуть. В 4 утра начинается отработка еще одной страшной версии – суицид. Версия по поводу причинения себе каких-либо телесных повреждений, самоповреждений, также отрабатывалась. Объясню, почему. Поступил маме звонок с номера телефона гражданки, которая работает в кафе, которая сообщила, что ее дочь была в кафе, была взволнована, напряжена и сообщила, что пойдет на пробежку. Поэтому нас в этот момент также насторожило, что имеет при себе мобильный телефон, номер мамы, но почему-то просит другое лицо сообщить о своем местонахождении, о своих дальнейших планах. И версия самоубийства, скажем так, она не исключалась до последнего момента. Однако мама категорически отрицала эту версию. Дело в том, что Эя вообще не склонна к суициду, совсем. Да, у нее очень сложный период жизни. И, естественно, все эти страдания, наложенные на гормональный фонд подростков, на огромный стресс от 9 класса накануне ОГЭ, плюс переезд, и все это накладывалось. Но я точно знала, что там суицидом даже и не пахло. То есть это человек, который будет до последнего бороться за жизнь, я это знаю точно. По данным Следственного комитета, в 2021 году число детских самоубийств возросло на 37,4% по сравнению с 2020 годом и составило 753 случаи. Полиция просмотрела соцсети девочки и нашла там еще одно подтверждение, что у Эи могли быть поводы для суицидальных мыслей. Искать нужно в лесу или на побережье. Если девочку еще можно спасти, то счет уже идет буквально на минуты. С рассветом в 5 утра к поиску подключили МЧС. Но и в море девочку не нашли. Я пришла в отряд в 2018 году. Просто зацепила история. Жительница из Геленджика пропала. Я думаю, как же так в нашем маленьком городе, таком тихом, мирном, красивом, и пропал человек. Все ищут, а я нет. И я пошла. Я 4 года, наверное, я просто репостила. Спустя 4 года у нас в Геленджике пропала бабушка. Я звоню старшему. Я говорю, можно я тоже приеду? Конечно, приезжаю. Я приезжаю в белых кроссовках, в джинсах, в белой маечке. Понимаю, что я вообще не лез. Все стоят в берцах, все такие подготовленные. Ну, взяли меня. Я иду, и приятельнице говорю, знаешь, почему я не хожу на поиск? Почему? Я боюсь найти. Я всегда боюсь найти. Ну, хорошо, если я нашла живого. А если не живого, я же вообще больше никогда не приду. И вот это я иду, говорю, я поворачиваюсь, и я вижу ноги. Лез, ночь, ноги. Я выращиваюсь, я говорю, там ноги. И назад. Говорит, какие ноги? Я говорю, вот. Это бабушка была живая. Она почти 2 дня пролежала там в кустах за курятником. И я говорю, вот эти эмоции, они просто подсадили. Подсадили на эмоцию. Теперь ты без нее не можешь. Теперь ты хочешь идти, хочешь искать, хочешь находить, хочешь вот этого вот адреналина, вот этого кайфа. Это кайф. Это надо испытать. Не передавай ему эти чувства, вот эти эмоции от того, что ты кого-то спас, кого-то нашел. Это того стоит. 15-летняя Эя пропала уже больше 19 часов назад. И шансов, что она выживет в такую погоду, в опасной местности уже почти нет. Накануне она купила цветы. Она зашла в цветочный магазин, выбрала цветы, розы для своих учителей, которые ей понравились больше всего. Когда ты смотришь на вот эти цветы, ты понимаешь, что, может быть, это все, что у тебя осталось от твоего ребенка. Я смотрела на эти цветы и плакала. В 10 утра снова был объявлен сбор поисковиков. Решено было заново прочесать всю береговую линию, лес и скалистую часть от того места, откуда ровно сутки назад ушла 15-летняя Эя. У нас было две лисы, две группы. Были казаки, были сотрудники полиции. То есть мы распределили квадраты. Из-за плохой погоды и сложной местности людей было немного, около 30 человек. Они распределились двойками и четверками и пошли в разных направлениях. Уже не все верили, что Эю найдут живой. Подошли осматривать берег, пляж. Осмотрели беседку, думали, может, в беседке где-то укрылось. Вместе с добровольцами и казаками на поиск вышли даже сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних во главе с их руководителем. Ни один руководитель подразделения, которое занимается поисками, никогда не будет сидеть в кабинете. Здесь нельзя терять ни минуты. Ведь человек, который будет сидеть в кабинете, его может не хватить на какую-то одну поисковую группу. И я в составе группы с казаками и еще одного инспектора отправились в лесной массив, сосновка. Прекрасно понимали, когда уже туда пошли, мы понимали, она или в море, или там наверху. Высота гор в Дивноморском над уровнем моря достигает 30 метров. Каждый год в Краснодарском крае из-за собственной беспечности больше 10 человек срываются со скал. Под Туапсе мужчина ступился и упал с 15-метровой скалы. Там же девушка неудачно сделала селфи и сорвалась вниз с 5-ти метров. Часть дня. Поиск ИИ идет уже вторые сутки. Поисковые группы заглядывают под каждый куст в надежде еще успеть спасти 15-летнего подростка. Спускаться тяжело было, скользко очень. Камни мокрые, опасно очень ходить. Смотрю налево, вижу, лежит что-то похожее на мешок большой. Ну, подозрительный, как бы пойду смотреть. Начинаю спускаться, спускаюсь. Тут тоже вода течет, вот тут вот все. Ну и подходя вот к этому месту, я уже явно увидел, что это человек. Я был немножко в стороне, когда Сергей закричал, Вася говорит, человек. Я уже подбежал туда. Это была Эя. Она лежала неподвижно и не подавала признаков жизни. Тяжело посмотреть. Она была и травмированная, и она уже синюшная была. Голова разбита, дровь разбита. Руки все в крови, мокрая. На коленке вот так вот натянула себе майку, ну, чтобы теплее видать было. Казаки тут же кинулись к Эе, чтобы проверить, жива она или нет. И в этот момент она голову подняла. Она в сознании была. Она сказала, спасибо, люди, вы меня нашли. Травма очень тяжелая. Она не могла двигаться, руки, ноги были обморожены. Конечно, незамедлительно мы сняли с себя те вещи, которые могли это. И форменный свитер, и перчатки. Сотрудник казачества снял бушлат, подстелили под нее. Ее нашли, она жива. И обрывается связь, и я вообще не понимаю, кто звонит. И я не понимаю, это как бы, ну, фейк, или это... Потому что я понимаю, что официально они должны сначала засвидетельствовать личность. Начинаю как-то судорожно собирать все подряд. Однако до конца было неясно, выживет ли 15-летняя Эя после таких травм. Сотрудники полиции и казачества тут же вызвали скорую. Ее состояние было критическим. С тяжелыми переломами таза, переохлаждением и множественными ушибами ее отправили в больницу. О чем сразу сообщили маме. Был такой момент, я подъезжаю к перекрестку в Геленджике, и передо мной с мегалоками скорая. И я просто понимаю, что там Эя. Врачи, после того, как ее привезли уже в больницу, то есть врачи сказали, что ей оставалось максимум часа. Через час Эя бы скончалась от полученных в ходе падения травм. И вот эти были у меня буквально мгновения, чтобы успеть с ней поздороваться, сказать, что за ей, чтобы точно все будет хорошо, и ее завозят в реанимацию. В больнице мы были в масках, и она сказала, что я помню большого мужчину, говорит, с голубыми глазами и с рыжей бородой. Говорит, его я никогда не забуду. Я просто на минуту, ну, на секунду снял маску, она увидела, и просто, говорит, да вы. Она была очень счастлива. Я тоже, конечно, был счастлив, потому что жизнь ребенка это самое главное для нас. Несколько дней Эя была в реанимации, перенесла несколько сложных операций, но осталась жива и уже начала восстанавливать спортивную форму. 4 февраля 2021 года, спустя два дня поисков, 15-летняя Эя Журавлева была найдена в 8,5 километров от дома под скалой, с которой она сорвалась с 25-метровой высоты. Она не только получила множественные травмы рук и ног, но и замерзла так, что еще бы час, и ее было бы не спасти. Однако случилось чудо и совместными усилиями поисковый отряд обнаружили девочку и вовремя доставили ее в больницу. 3 февраля я утром проснулась в 7 утра. Решила почему-то идти побегать. Пробежалась я километров 5, посмотрев по картам, сколько до Геленджика, там всего лишь было 4 километра с половиной. И я решила пойти по пляжу. И меня шантрахнуло водой со всей силой. Я очень сильно испугалась, и я начала кричать, что я хочу жить, что я не хочу здесь умирать. Попыталась включить телефон, он не включался. Я была вся мокрая, поэтому я сняла себе одежду, всю выжила, снова одела. Вот видите сосна, которая вот на скале растет. И доходя до нее, я начала там ползти наверх. Первая попытка была неудачная, вторая тоже. И когда я заносила ногу, в этот момент я сорвалась, и кубарем покатилась вниз. Мне было очень больно, но при этом я была на адреналине, так что я боли почти не замечала. И я доползла вот до этого места. Я потеряла сознание, мне было очень плохо, и у меня было отчаяние такое. Но я собрала силы, потому что уже ночью, и я в туалете скалы проползла, нашла какой-то камень, какой-то милопаста, положила вот так, типа кровать и сдала. Там под скалой ее и нашли казаки. Я очень благодарна тем, кто меня искал, все благодарна тем, кто меня нашел. Я очень благодарна тем, кто меня лечил, тем, кто меня вылечил. Нет таких слов, которые могут описать ту огромную благодарность, которую я чувствую тем людям, которые спасли мое материнское сердце, которые откликнулись на ее поиски. И сейчас то, что она ходит на своих ногах, то, что она улыбается, это заслуга всех вас. Спасибо вам. Лицо ориентируется, и могла подумать, что он может заблудиться. Задача была очень простая. Вычесать все напрочь. Вдруг я просыпаюсь на два ночи. Меня что-то подняло. Видимо, какое-то чье материнское. У меня был срыв. Я ушел из отряда. Я полгода вообще ничего не хотела. Зачем я вообще все это делаю? На кой черт, если мы не можем предотвратить смерть? Ты можешь встать и провалиться. Засосет пять секунд. Неделя прошла. Неделя вообще ничего. Какая-то надежда-то была, что все-таки найдется. Лиза! Лиза! Я хочу полюбить себя и принять такой, какая я сейчас есть. Страх к переменам, приключениям. Это моя мечта. С этого момента моя жизнь изменилась кардинально. Тебе пора изменить себя и свои ожидания. Я в тебя верю. Дом исполнения желаний с Еленой Блиновской. В воскресенье в 11.30 на ТВ3. 2 сентября 2018 года супруги Роман и Вера Скурихины с двумя подругами поехали за грибами. Спустя два часа женщины вышли из леса, а Роман пропал. Город Серов. Крупнейший промышленный центр Свердловской области. Расположен в 344 километрах от Екатеринбурга на восточном склоне Уральских гор. Население города более 95 тысяч человек. Серов окружен таежными лесами с водоемами и диким зверем. Мы с подругами созвонились, поехали в сторону водохранилища Серовского. Мы в этом месте были не первый раз. Пошли по одной стороне все вместе. Он от нас потом отсоединился. Мы вышли в четвертом часу. Буквально полтора часа походили, не больше. Собирали быстро это, пятое. Его нет. Машина стоит. Ну, пошел где-то минут 40, час. Пошел второе. Девчонки, давайте вызывать МЧС. Таинственное исчезновение Романа шокировало. Ведь он ходил в этот лес с детства и не мог просто так заблудиться. У нас семья. Два сына. Александр и Артемий. Старшему 28, младшему 21. Они уже взрослые. Старший сын Романа тяжело болен и находится в больнице. А младший живет уже отдельно от родителей. На момент 17-18 года папа занимался автозвуком. Для него автозвук это больше, чем просто хобби, допустим. но если он его нет дома, допустим, он первое время с семьей, где можно идти? Он в машине в городе и слушает автозвук. Параллельно проводил фотосессии. Занимался он съемками, снимал он и юбилеи, и свадьбы, клипы, все сам монтировал. 2 сентября 2018 года Роман вместе с женой и двумя подругами пошли в лес за грибами в районе санатория на берегу Киселевского водохранилища. В лесу они разошлись в разные стороны. Договорились встретиться у машины через полтора часа. Но Роман так и не вышел. А его телефон был вне зоны действия сети. Так-то он в лесу ориентируется. Я даже не могла подумать, что он может заблудиться. Но если Роман не мог заблудиться в родном лесу, то с чем тогда связано его таинственное исчезновение? Для всех это оставалось загадкой. 2 сентября 2018 года. Первый день поиска. В 15.50 жена позвонила по номеру экстренных оперативных служб 112. Приехали они буквально минут через 30 уже темнеть начинало уже. Куда они пойдут искать в этот день? Покричали в рупор, там, Роман, Роман, там, походили, а что? За два часа уже он куда мог уйти? В 16 часов заявка на поиск Романа уже поступила в отряд «Лиза-Алерт». Обычная заявка, ну, то есть таких падает, там, в сутки, три-четыре. Ушел за грибами лес, в лес. Лес этот знает, постоянно в него выходит. В общем, обычная, абсолютная история. Волонтеры в Екатеринбурге готовят ориентировки и объявляют сбор. От областного центра до Серово почти 350 километров. По местным дорогам это больше 6 часов езды. Добровольцы прибудут только к утру, но сильной тревоги пока нет. Гребкий 46-летний мужчина несколько часов в лесу. Была надежда, что Роман скоро выйдет сам. Я был в Красно-Теринске, и мне звонит моя мама. Звонит, говорит, отец не вышел из леса. Ушла просто земля из-под ноги, и я поехал на автобусе сразу же первым рейсом в Серов, и до самого леса. Артемий как будто чувствовал, что с отцом случилась беда, но никто так и не мог понять, куда он исчез. Жена Романа вместе с сыном и МЧС пробыли в лесу до вечера. Прошли около полутора километров с громкоговорителем, в которые кричали имя Романа. С машиной МЧС проехали вдоль опушки леса с сиренами в надежде, что мужчина выйдет на звук, но все безрезультатно. В этот же вечер сел за компьютер и начал его звонить в социальных сетях, звонить родственникам, писать родственникам о том, что нужна помощь. Участок большой, нужно больше людей. 3 сентября 2018 года. Второй день поиска. Сноха нам сначала не сказала в этот день. И вдруг я просыпаюсь в два ночи. Встаю в окна ночь, на меня что-то подняло. видимо, какое-то чье материнское, что его не дало. Ночью температура уже ближе к нулю, то есть приходит ночь, и ты просыпаешься, понимая, что ты ночевал дома в теплой постели, мама, соответственно, тоже, а отец где-то все еще в лесу. А вот утром она сообщила, что Рома потерялся. 46-летний Роман Скурихин так и не вышел из леса. Его таинственное исчезновение до сих пор было не разгадано. И пережил ли он эту ночь, никто не знал. К рассвету к месту поисков начинают съезжаться добровольцы. Желающие помочь в поиске находятся и в Серове. 9 утра выезд в лес, и у моего подъезда уже собирается толпа людей, которые готовы помочь. На Урале вообще очень часто случаются, к сожалению, случаи, когда люди пропадают в лесу, у нас в этом году несколько человек пропало, которые ушли просто за грибами или на рыбалку уехали. Я сам с этим же отрядом, с МЧС, Лиза Аллер, добровольцами активно помогал им. Задача была очень простая. Поделить все на квадраты, взять мобильные группы и вычесать все напрочь. Я вообще режиссер. И я занимаюсь играми в жанре ужасов. Вот это театрализованный аттракцион, Дом страхов. Собственно, здесь я и работаю. Здесь я создаю ужасы, пишу ужасы и играем с людьми. Вот такая история. Написать ужасы несложно. Куда страшнее оказаться в этих ужасах по-настоящему. Одно дело ужасы игровые. Одно дело ужасы, которые я могу придумать, где герой с ними справится. Где герой всех победит. И другое дело, когда ты приезжаешь и видишь вот этот ужас безразличия или ужас ситуации, в которые попадают дети, взрослые, бабушки, дедушки. В 10 утра 3 сентября в лес уходят поисковые группы. Начали отрабатывать ближайшие места, то есть реки, дороги, ближайший поселок. В надежде, что Роман еще далеко не ушел, он может услышать, отрабатывали на отклик. Так как рядом водохранилище, воду стали рассматривать тут же. Мы всю береговую линию вычислили ногами. Час дня. Роман в лесу уже почти сутки. Поиском присоединились уже около 40 человек. Уже ближе ко дню народ начал набираться. Это родственники самого Романа, местный поисковый отряд «Полет» северо-Уральска и кинологи. В 2 часа дня собака находит в лесу носок. Но ни жена, ни сын не могут понять, мог ли он принадлежать Роману. То есть, от отца еще там не нашли ничего даже на то время. Результата нет. Мы начинаем думать о том, что надо переходить глубже в лес. Туда. Расширять радиус поисков. Зону поиска расширили с 5 до 10 километров от места входа Романа в лес. В 3 часа дня к добровольцам присоединяются родственники и друзья Романа. Нас поставили через волонтера. Волонтеры все находились с рациями, чтобы мы тоже не ушли. Вот так и шли. Я иконку еще с собой взяла Богородицу. И вот так добирались. 10 километров туда, 10 обратно. И нам говорили, обязательно смотрите под деревьями. Подробные опросы жены дали новую версию. Вера вспомнила, что накануне Роман жаловался на неважное самочувствие. У него была слабость и головокружение, по-моему. И мы предположили, что мог быть сердечный приступ. Он лежит где-то. Версия со здоровьем вышла на первый план. Именно поэтому добровольцев просят внимательно смотреть под деревьями. Возможно, Роман лежит где-то без сознания и не в состоянии откликнуться на зо. И даже если это не сердечный приступ, нужно торопиться. Травмированный человек долго в лесу не протянет. Если он лежит на земле, он погибнет от переохлаждения. При этом опыт волонтеров подсказывал, что зону поиска надо расширять дальше. У меня был поиск двух братьев, которые ушли в лес по грибочке. И один ногу сломал, второй ногу подвернул. Мы искали в одной части леса. А они взяли и спустя буквально часов, наверное, 16 вышли вообще с другой стороны леса. там 19 километров, 13 километров от места, где мы искали. И когда мы им задали вопрос, что вы делали, они говорят, да мы ночью шли. Один со сломанной ногой, а другой с подвернутой. Еще по одной версии Романа могло затянуть болото. У нас, кроме того, что все деревья примерно одинаковые, есть еще болотистые участки. Там у нас такое болото называется Катосьма. Это болото тяжелое. И там лес такой практически непроходимый. Там трясина. Там, если вот такие места есть, ты можешь встать и провалиться. А если ты идешь один, то ты ни в какую можешь не вылезти. Засосет в пять сек. В 10 вечера поиски снова были приостановлены на ночь. результата в день не принес. Никаких следов Романа так и не нашли. Ой, вот это мой приходишь и опять вот эта ночь, эта вот вся неизвестность. Что день, что ночь, вся голова думала только о сыне. Мы с мужем не спали, не ели. Сядет рядом, сидим. Вот как сейчас он там, голодный, холодный. 4 сентября 2018 года. Третий день поиска. Засыпали и просыпались с одной мыслью, что вдруг сегодня найдется, вдруг объявится. Надежда была. Лишь бы был живой. Утром третьего дня обращение мамы Романа с просьбой о помощи показали по местному телеканалу. Я обращаюсь к жителям города. Прошу помочь в розыске сына Скурихина Романа Александровича. Он пропал в воскресенье, когда ходил, ездил за грибами с семьей. Прошу помочь в розыске сына. После этого добровольцев на поиски стало больше. 46-летнего Романа искали уже больше 70 человек. Люди сплотились, начали добровольцы объединяться в группы. Люди ходили цепочками, не жалея ни ног, ни здоровья, потому что уже в то время это тоже была осень, ночи уже были холодные. Каждый день какая-то надежда была, что все-таки найдется. 4 сентября 2018 года идет третий день поиска. Но до сих пор нет никаких зацепок. Шансов все меньше. Ведь самая большая вероятность найти человека в первые сутки. Волонтеры и родственники стали уже подозревать, что не смогут найти Романа живым. Однако поиски не прекращались. 4 часа дня у волонтеров появился повод для еще одной версии. Лиза! Лиза! Ткнулись достаточно большой след медведя. Одна из групп выходила на медвежонка, на маленького. Соответственно, ушли, дабы не встретиться с его матерью. Теперь под угрозой была жизнь не только Романа, но и самих поисковиков. У нас такая ситуация была. Мы искали охотника и не нашли. Ну, ну, нет человека. И по весне нашли нижнюю часть в сапогах. По сапогам опознали. На третий день я уже начала отчаиваться. Тут еще медведя меня напугали, что медведи, там, медведи охотятся с медвежонком. И подохранили еще там, вот, люди нагнетали. Было сложно осознавать, что, ну, отца мог кто-то там, допустим, загрызть, он мог уснуть, и его будет тоже загрызть и так далее. К концу третьего дня зона поиска расширилась уже до 15 километров. И все безрезультатно. Ребята, кто на машинах был, все линейные ориентиры проверили. Проехали все дороги, все плохие дороги, все проезжено. Что можно было пройти ногами, пройдено. На третий день результатов нет. Станислав, координатор поиска, уже начинает думать, что Серов для него проклятое место. Серов для меня это очень сложный город, потому что там для меня был самый такой страшный детский поиск. Это был мой первый погибший ребенок, с которым я работал. Это поиск Любы Шастиной в городе Серов. Был 15-й год, март месяц, мама ушла на работу, а Люба пошла за ней. Когда вы приедете в город Серов, вы увидите речку, которая протекает, там есть дамбы. Люба утонула, попав, промыв, и ушла просто под лед. Моментально, прям пух, и все. У меня был срыв. Я ушел из отряда, я полгода вообще ничего не хотел. Не успел, не смог. Зачем я вообще все это делаю? На кой черт мы создали в Екатеринбурге отряд? Если мы не можем предотвратить смерть детей такую вот, зачем мы вообще? Это было страшно. И через полгода я вернулся в отряд. Вот ты приходишь домой, допустим, открываешь компьютер с целью найти фотографии для поисков, и ты просто листаешь фотографии, где ты с отцом делаешь вместе в семье и все. И это было, конечно же, тяжело смотреть и вспоминать все. 7 сентября 2018 года. Шестой день поиска. Каждый день волонтеры снова и снова уходили на поиски. Они осмотрели лес уже в радиусе до 30 километров. Все чаще говорили о том, что его либо съел медведь, либо затянула трясина, не оставив никаких следов. Первые дни была надежда, когда уже пошел пятый, шестой день. Там уже отчаяние было, и я молилась днем и ночью. иконы все поставила, какие есть. Ночью уже начинались заморски. Температура опускалась ниже нуля градусов. Роман уходил в лес в рубашке и легкой ветровке. За эти дни он мог легко умереть от переохлаждения. Тем более, что в лесу ночи холоднее. Люди постепенно отчаивались найти мужчину живым, и добровольцев становилось в два раза меньше. Все дни стелились просто в один. На поисках люди сами уже опускают руки. Говорят о том, что уже все, его нет, он его тянуло в болото или сел медведь. Это было, конечно же, сложно воспринимать, понимать. Все, ну, дальше уже бесполезно даже искать. Но поиски я не заканчивал. 8 сентября 2018 года. Седьмой день поиска. Три дня до 8 числа вообще ничего. Неделя прошла. Неделя. В тот день сын Романа Артемий разместил в соцсетях пост с прощальным письмом отцу, чтобы люди увидели, что поиск еще не закончен и родные все еще ждут Романа дома. Дорогой папа, я хотел бы написать те слова, которые не говорил тебе твой родной сын на протяжении 17 лет. Ты для меня не только родной папа, но и лучший друг. Мы все тебя ждем. Он будет для меня всегда самым важным человеком этой жизни. И я написал просто откровенный пост о том, что отец потерялся. Поиски продолжались. Письмо сына затронуло сердце многих в городе и появились новые волонтеры. Они прочесывали лес снова и снова. Несмотря на то, что прошла уже неделя и, скорее всего, Романа уже нет в живых, сын не отчаивался и из последних сил искал отца. 9 сентября 2018 года. Восьмой день поиска. В 11 утра жене Романа позвонили из полиции. Похожий человек вышел из леса в районе поселка Красный Яр. Но появились сомнения, что это Роман. Ведь Красный Яр находится аж в 80 километрах от того места, где Роман с женой и подругой заходили в лес. Этого просто не могло быть. Роман не мог пройти пешком 80 километров без еды и воды. И, скорее всего, это была ошибка. Помню грустный момент. Сидел, слушал какую-то грустную музыку с детства. И уже, ну, была полная апатия. И буквально через час звонит бабушка. То есть это было часов, наверное, 8-9. Звонит бабушка и говорит, нашелся. Артемий тут же поспешил в полицию, чтобы опознать отца. Он также был уверен, что в отделении сидит не его, папа, которого он, ищет вот уже 8 дней. Но все-таки решил проверить. Подъезжаем к части МВД и, заходя в помещение, я начинаю оглядываться по сторонам и не могу понять, ну, где мой отец. и спустя, наверное, минуты-две я понимаю, что за ним сидит какой-то человек. То есть это, я сперва и не узнал этого человека. Перед меня, он, получается, просто, ну, опустил голову, упустил все, что можно, и сидел, и ревел перед меня. То есть первого человека, родного, которого он и видел, выйти из леса, это, соответственно, я. Я парник как раз там это прибирал, и когда позвонили, что нашелся, Рома, я лопату сломал, а парник в таком, Ромка нашелся. Вот так. 9 сентября 2018 года на восьмой день поиска 46-летний Роман Скурихин смог выбраться из леса в 80 километрах от того места, где ходил за грибами. Он похудел на 15 килограммов, был сильно истощен, из последних сил смог дойти до поселка к людям. Заходим в лес, у меня еще девчонка, подружка, жена, спрашивает, как говорит, Рома, выходить-то? Я говорю, так вот, солнце в лицо, разворачиваешься к солнцу спиной, все, и впереди будет дорога. Получается, людям объяснил, а сам накосячил. Полное ведро грибов, еду, дороги нет, уже проходит два часа, уже скоро солнце сядет, иду, дороги нет, ну, как мистика какая-то. Но самое удивительное, что у него был с собой телефон, связь не ловила, поэтому Роман иногда включал мобильник и снимал на видео то, что с ним происходило в лесу. Первый раз в жизни заблудился. Иду левее солнца, дороги поперечной никак нету. Сердце вообще плохо. Все из-за паники. Первая ночь, конечно, так жутко было, я, ну, там, не сон был, а так, но занятно. сейчас пойдем искать дальше дорогу. Здесь слабая ночевка. Весь перемерз, нафиг. Я же не курю, у меня с собой ни зажигалки, ни спичек. маленький только перочин ножик с собой, ну, под грибы. Ветровкой закрылся, вот так, пол лица, и как бы своим дыханием греешься, и так вот все ночи так вот ночью спал. Целую неделю Роман ел только ягоды и пил воду из болота. Какой-то просеку нашел, короче. Они следы, может, медведи, может, волки. Как видео снимал просто, чтобы нам вдруг, если не выживу, телефон найдут, посмотрят последние минуты моей жизни, ну, такие мысли были. Ему откровенно повезло. Запросто можно было остаться в этом лесу навсегда. И тут у меня что-то такая мысль родилась, как-то себя обозначить, ну, там, кепка, там, куртка, это ветровка, красная кепка. И беру, короче, тоже, может, отдурить, да, выкладываю сос где-то метровыми такими буквами на берегу слово вот это из этих камней. Если вы собрались, друзья мои, за грибами, помните самые простые правила безопасности. Предупредите своих родственников, куда вы идете, когда вернетесь. Это первое, самое простое. заряженный телефон 112, работает везде. Есть у тебя телефон, да не снимай ты себя, ты позвони 112, честное слово. Яркая одежда, вот она. Не надо в камуфляж, камуфляж делать человека невидимым в лесу. Возьмите, в конце концов, автомобильные жилеты. 150 рублей, условно говоря, стоят. И все, и вы уже выделяетесь на фоне леса. В какой-то из дней Роман вышел к реке и пошел по течению в надежде выйти к населенному пункту. Шел вниз по течению, смотрю, костровище рыбацкое. Там недалеко валяются банки и тушенки. Там вот, это у меня до сих пор запомнился этот запах тушенки. И там беру палочкой эту банку и там кусочки, капельки выскребаю. Представляешь, тушенка с голодухи и вот этот запах сам до сих пор помню. Когда на восьмой день Роман увидел вдали двух рыбаков, он подумал, что это галлюцинация. И только когда дошел до них, понял, что его лесные скитания подошли к концу. Первое слово, говорю, заберите меня, говорю, домой, это, я, заблудился. чей будешь? Выражаю благодарность всем, кто искал моего мужа. Хотел бы выразить слова благодарности всем своим родственникам, знакомым, людям, которым было просто неравнодушно мне помогать, помогать мне и моей семье. Волончарскому отряду Лиза Алерт, МЧС. Большое вам спасибо. Конечно, хочу выразить благодарность, кто переживал за меня, кто искал. Спасибо. И кто себе сам в одном подъезде пожизненно незнакомы. Трона глухих лесов, закрытых людей, где бы вдруг не оказался ты, оказался нигде. Так тяжело, насильно заглядывать в лица, с миром наедине, так легко заблудиться. Тюрьмы до диспансеры, фуры спят по обочинам, тащим домой, в прицепах крутый дел не окончен. Если вы увидели человека с ориентировки, звоните на горячую линию отряда «Лиза-Алерт» 8 800 700 54 52.